Делаем шаг, начинаем говорить. В Питере много чего есть, и даже Бермудский треугольник. Вот туда мы сегодня и отправимся. Привет! Да, на карте нашего города есть место, которое так называют. Неофициально, конечно же. Да и сами достопримечательности, которые мы сегодня будем смотреть, они тоже неофициальны. Это так называемый непарадный Петербург. Хотя находится всего в 5-10 минутах ходьбы от парадного Невского проспекта. Но эти места знают все. Почему Бермудский треугольник? Да потому что в реальном Бермудском треугольнике регулярно пропадают корабли и самолеты. А в нашем Бермудском треугольнике пропадают, страдают души человеческие. Люди сходят с ума. Заслуженные геологи России считают, что все странности обитателей этого района, плохое самочувствие, убийства, грабежи, изнасилование из-за того, что Петербург находится в геопатогенной зоне. И у нас здесь всего 25 районов, где люди себя чувствуют не очень хорошо. Именно из-за этого как раз таки. Конечно, в Википедии сказано, что это псевдонаука. Что научных работ по этой теме нет. Но у нас сегодня в нашем видео возможно все. У нас будут и призраки, и привидения. Мы с вами посмотрим целых два дома с привидениями. Итак, Петербург стоит на стыке Балтийского щита с русской платформой. Геопатогенными зонами считаются многие районы города. Нас же сегодня интересует местность от павильона метро Синая площадь до канала Грибоедова, далее по нему до Вознесенского проспекта, по Вознесенскому проспекту до улицы Декабристов и обратно к метро Синая. Экскурсия у нас полулитературная, полумистическая. В начале XVIII века здесь располагалась Перевиденская слобода. И жил здесь в основном ремесленный люд. Столеры, сапожники, мелкие чиновники, служащие из мещанского сословия, мелкие торговцы и так далее. Благодаря тому, что здесь проживали представители этих сословий, сохранились даже названия улиц некоторых. Ну, вернее, некоторые названия уже поменялись. Но раньше, например, были Большая, Средняя и Малая Мещанская улицы, Столярный переулок. Вот он дошел даже до нашего времени. Ну и так получилось, что здесь же, в этом районе, жили и многие представители творческих профессий, в том числе писатели. И уж они наверняка знали, каково здесь жить, на территории этого Бермудского треугольника. И от имени своих литературных персонажей нам как раз и рассказали. Причем персонажи сами по себе разные, писатели разные, но в чем-то у них похожа судьба. А иногда даже в них узнаешь и самих этих писателей. Начнем мы не с шумной стенной площади, а с самого настоящего эпицентра нашего Бермудского треугольника. Небольшого мостика, который ведет в этот загадочный и мистический мир. Мостик называется Кокушкин или Кокушкин, или Кокушкин и даже Кукушкин. А назван он в честь купца с такой фамилией. И непонятно, чем именно этот купец занимался. То ли у него кабак здесь был, то ли домовладение. Но и ближайший переулок, который мы только что прошли, самый короткий в нашем городе, тоже носит его имя. С виду мало чем примечательный мост. Однако его упомянули в своих произведениях почти все наши писатели. Например, Пушкин откликнулся на иллюстрации нотбика к Евгению Онегину такой эпиграммой. Вот перешед через мост Кокушкин, а перший с жопой огранит сам Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегином стоит. Стишок забавный, едкий, ну да ладно. Нам гораздо важнее то, что этот мост и дом возле моста, вот этот самый дом, упомянул в своей неоконченной повести Штоц Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните булгаковскую нехорошую квартиру? Так вот, у Лермонтова в этом самом доме есть своя нехорошая квартира. А дом выступает в роли дома с привидениями. Художник Лугин начинает понимать, что он сходит с ума. В голове слышит голоса. Некий голос постоянно ему твердит. В столярном переулке у Кокушкина моста, в доме титулярного советника Штоца, в квартире номер 27. И Лугин, чтобы избавиться от наваждения, отправляется в столярный переулок ранним ноябрьским утром. Вот описание Лермонтова. Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями. Дома казались грязны и темны. Лица прохожих были зелены. По тротуарам лишь изредка хлопали халоши чиновника. Да иногда раздавался шум и хохот подземной палпивочной лавочки, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и кленчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например, у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста. Этот человек Лугин находит единственный дом, возле которого нет таблички с именем владельца. Выясняет, что этот дом недавно купил некий ШТОС. И также узнает, что в квартире 27 никто давно не живет. А тем, кто там жил, она принесла одни несчастья. Один разорился, другой умер. И понимая, что нужно срочно уносить отсюда ноги, он снимает этот номер для себя. Особенно его поразил портрет в одной из комнат. Там был изображен мужчина в восточном халате. И внизу вместо фамилии автора была подписана Середа. Так вот, сняв этот номер и поселившись как раз в той самой комнате с портретом, сняв номер во вторник, Лугин впал в какую-то апатии. Он ничего не делал, никуда не ходил. Пробовал читать, взоры его скользили над строками. И читали совсем не то, что было написано. Его бросало в жар и в холод. Голова болела, звенела в ушах. Ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате. Небывалое беспокойство им овладело. Ему хотелось плакать, хотелось смеяться. Он бросился на постель и заплакал. Милая квартирка. И ровно в полночь в середу в эту комнату к нему и соседний явился в лучших традициях ужастиках. Хлюпающие туфли, сами собой отворяющиеся двери, холод как из загробного мира. Так вот, явился ему старикашка с портретом. Постаревший только. И предложил ему сыграть Штос. На вопрос Лугина, кто вы, он переспросил Штос. Лугин, естественно, соглашается сыграть с привидением в карты. Причем старик, который, очевидно, и был Штосом, хозяином дома, на кон ставит собственную дочь, в виде, я лучше процитирую, возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. То не было существо земное, то были краски и свет вместо форм и тела. И ради этой неземной красоты Лугин за несколько ночей проиграл все, что у него было. После чего он решился. На что, непонятно. Поезд осталась неоконченной. Может быть, это был просто сон художника, и как все сны, он просто резко прервался. Но эта повесть стала последним прозаическим произведением Лермонтова, написанным им незадолго до своей кончины. Лермонтов, точно так же, как и Лугин, тоже был художником. Погиб он на 27-м году жизни. 27 июля. И вот этот вот дом, дом Зверкова, он был заложен в 1827 году. И номер квартиры с привидением по совпадению тоже 27. И эта повесть, она не похожа ни на что из того, что писал Лермонтов. Это скорее что-то такое гоголевское, мистика какая-то, мертвичина. И действительно похоже даже чем-то и на Пушкинскую пиковую даму, например. Ведь Герман, он точно так же играет в Штос и в конце оказывается в дурдоме. Возможно, там же мог бы оказаться и Лугин. Но мы этот финал не прочитаем никогда и никогда не узнаем, чем же повесть закончилась. Ну, действительно, есть в ней что-то такое необычное, странное. Вот для Лермонтова точно необычное. Впервые он прочитал эту повесть на вечере у Евдокии Ростопчиной. И при этом все слушатели были несколько удивлены и напуганы. И к этому же самому дому, дому Зверкова, приходит и гоголевский персонаж Поприщин из записок сумасшедшего. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец, в Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. Этот дом я знаю, сказал я сам себе. Это дом Зверкова, эко-машина, какого в нем народа не живет, сколько кухарок, сколько приедших. А наши братья-чиновники, как собак, один на другом сидит. Поприщин титулярный советник, работает в должности столоначальника в департаменте. И по уши влюблен в дочку своего босса. Но она над ним смеется. И он решает тогда выкрасть письма у собачки, которая дружит с собачкой его возлюбленной. То есть собаки переписываются. И вот одна из них живет как раз в этом самом доме. И он приходит за ней, выкрадывает эти письма. И из них узнает, что его возлюбленная относится к нему не очень хорошо. А кроме того, она влюблена в другого и собирается выйти за него замуж. И как раз вскоре он узнает, что он вообще-то король Испании, координат восьмой. И перестает ходить в департамент на работу. А вскоре, конкретно 86 марта бря, за ним являются испанские депутаты. И отправляют его в Испанию, где он оказывается в руках инквизиции. Ну, как вы понимаете, Испания – это палата для умалишенных. А инквизиторы – это санитары. Дом Зверкова, пятый этаж – единственный адрес, который упоминается в этой повести. И по совпадению, это адрес самого Гоголя, вернее Гоголя Яновского, настоящая фамилия писателя. В конце 1829 года он поселился как раз в доме Зверкова. И он тогда искал себе работу. Он хотел устроиться либо в театр, либо в департамент. И после многочисленных неудачных попыток его все-таки берут в департамент на самую-самую низшую должность. Он устраивается помощником столоначальника. Должность была, конечно же, очень малооплачиваемая. Но деваться было некуда, нужны были хоть какие-то деньги. И все то, что пережил поприщин, пережил и сам Гоголь. Он фактически сам был таким поприщинным. Целыми днями переписывал никому не нужные бумажки. А по вечерам он писал свои знаменитые вечера на хуторе Близдиканьки, мечтая о славе. И действительно, он после того, как издал эти вечера, он стал знаменитым. Его хвалил сам Пушкин. Сейчас прочел вечера Близдиканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость. Искреннее, непринужденное, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Мне сказали, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Ну, может быть, не все так плохо в этом доме. Можно, в конце концов, и сыграть с привидением в карты. По-человечески пообщаться с собакой. Ну, и именно с вот этого самого моста, с Кокушкина моста, начинается и один из самых известных романов в мировой литературе. Я думаю, догадываетесь, да? Мы оказались с вами в так называемой зоне Достоевского. Роман «Преступление и наказание» начинается с таких строк. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-мосту. Ну, название зашифровано, тем не менее, становится понятно, что С-переулок – это столярный переулок, а К-мост – это Кокушкин мост. В столярном переулке во времена Достоевского было всего в общей сложности 16 домов. И в них было 18 пятейных заведений. 18. То есть в каждом доме было по Кабаку и даже больше. И из этих Кабаков ночами, вечерами доносились ужасные крики, ну, пьяные крики. Люди дрались, отдавали за выпивку последние свои деньги. И это все очень сильно утомляло и изнуряло Раскольникова. Он фактически сходил от этого с ума. И днем из этих же самых подвальчиков доносился такой запах неприятный. Все это тоже сводило Родю с ума. Дома здесь и однообразные, серые, 4-5-этажные, грязные подворотни. А самое страшное, куда ни глянь, везде взгляд упирается в стену. Разве о таком городе мечтал Петр Первый? Да, на Невском проспекте там просторы и золотой шпиль адмиралтейства в конце. Но здесь везде тупиковые вот эти вот перекрестки. Я не знаю, как насчет геологических разломов, но вот они здесь на психику явно влияют. Влияли они и на психику самого Достоевского, который тоже жил здесь, в этом районе. И если мы его знаем как великого русского писателя, то тогда, в то время, когда ему было 45 лет, о нем можно было сказать так. Старый, больной, несчастный, весь в долгах и проблемах, одинокий, при этом под надзором полиции. Жил он даже не на столярном переулке, не в столярном переулке, а скорее на Казначейской улице, в доме 1, в доме 7. И, возможно, как говорят, в доме 9, хотя, конечно, как говорится, не факт. Самый известный его дом – это вот этот розовый, на нем есть даже мемориальная доска, где сказано, что здесь Достоевский прожил 3 года, и именно здесь было написано «Преступление и наказание». Хотя на самом деле здесь же был написан и роман «Игрок». Кстати, угадайте, в какой квартире жил писатель? 13. И что же тогда он удивлялся, что ему так не везет в жизни? Умерла жена, умер брат. Ему пришлось прекратить издание журнала «Эпоха». Но зато именно здесь, в этом доме, к нему в самом буквальном смысле слова, пришло счастье и постучалось в дверь. Это была его будущая жена, молодая и прекрасная Анна Сниткина. Может быть, не столь прекрасная внешняя, зато добрая, веселая, жизнерадостная. И сценографистка по профессии. Она помогла ему как раз написать роман «Игрок» и сдать его в срок издателю. Он обязан был написать этот роман всего лишь за 30 календарных дней. А он справился даже еще быстрее с ее помощью. И, как говорят, это была первая бизнес-вумен в России. Он сделал ей предложение руки и сердца, и в дальнейшем она точно так же помогала ему писать все остальные свои романы. То есть он надиктовывал, а она сидела за корючками, записывала, а потом переписывала на чистовик. Ну и, как говорят, именно в этом же доме, на Казначейской 7, как раз и жил, возможно, Родя Раскольников. Ну, потому что проще всего поселить писателя в своем же собственном доме. А может быть, он жил и вот в этом доме, в Столярном 9. А может быть, даже вот в том, на Гражданской 19. Во всяком случае, именно там есть мемориальная доска. Ну, если можно так выразиться, это мемориальная доска литературному персонажу. Как говорят, именно Петербург тоже был одним из действующих персонажей романа «Преступление и наказание». Именно город со своей вот этой вот духотой, грязью, подтолкнул Родю к совершению вот этого злодеяния. Потому что здесь, помимо вот этих вот тупиков, здесь очень мало солнечного света, потому что окно, например, упирается фактически в чье-то еще другое окно. Вот это вот маленькая коморка, больше похожая на гроб или на шкаф, да, вот как помните. Черная лестница, случайно подвернувшийся топор опять же. То есть все это подталкивало его. Достоевский называл Петербург городом полусумасшедших. Потому что, ну, действительно, видимо, их процент здесь, в этом районе, был несколько больше, чем в других районах города. Ну, и здесь же как раз был, наверное, выше процент и литераторов, и их персонажей. Ну, во всяком случае, прямо напротив дома Раскольникова, вот в доме 6, где мы с вами остановились, в свое время жил Пржевальский, и здесь же жил писатель Глеб Успенский. Последний сошел с ума, и в 1892 году его поместили в психиатрическую больницу в Новгороде, и его личность разделилась на две. Вместо Глеба Ивановича появились Глеб и Иванович. Причем первый был таким достаточно добрым и хорошим, а второй, по выражению их лечащего врача, был настоящей свиньей. Иногда Глеб отвоевывал территорию, но потом все-таки брал верх свинья Иванович. Ну, и здесь же, я думаю, смотрели, да, Пластелина колец. И здесь же у нас находится дом, в котором жил Гоголь в самом конце столярного переулка. Так что Гоголю на самом деле в этом нашем Бермудском треугольнике довелось пожить в разных домах, в нескольких домах, даже во многих домах. Но он жил также с двух сторон столярного переулка. Чем нам известен Гоголь? Не только тем, что он написал «Вечера на хуторе» или «Ревизора», «Мертвые души», но и тем, что он сжег свои «Мертвые души», часть вторая. Но на самом деле Гоголь сжег ведь не только «Мертвые души», он вообще сжигал все, что плохо лежало. Например, сохранился даже анекдот о том, как он однажды пришел к Жуковскому прочитать свою новую поэму. Жуковский незадолго до этого плотно так хорошо покушал, и во время чтения он заснул. Ну и Гоголь это понял, как все плохо, и сжег свою повесть. А вот в этом розовом доме он как раз издал свою поэму «Ганс Кюхельгартен», ту самую, которую написал еще у себя на родине, и издал ее под псевдонимом В. Алов, потому что стеснялся издавать под своей настоящей фамилией. И эту поэму журналисты очень жестко раскритиковали. И Гоголь тогда сжег ее, и никому никогда за всю свою жизнь не признался, что В. Алов – это Энн Гоголь. Но к этой теме мы еще вернемся. На самом деле Гоголь жил в этом доме, но ему настолько не повезло, что даже табличку с его именем не повесили. Здесь на доме висит только табличка, что здесь жил Мицкевич, Адам Мицкевич, который съехал отсюда в мае 1829 года, а вот Гоголь сюда въехал в апреле того же года, то есть где-то вот месяц они здесь жили одновременно. Мицкевич уехал к себе на родину. А живя здесь, в Санкт-Петербурге, он общался, конечно же, не только с Пушкиным, но и со своими соотечественниками, в том числе с таким Осипом Бжелацким, который оставил достаточно забавные воспоминания. Ну, если вкратце, то он писал о том, как однажды ночью он остался один в квартире с лакеем и собакой, и в 12 ровно полночь кто-то начал стучаться в дверь и дергать за ручку. За дверью никого при этом не было. Его пес завыл, у него шерсть стала дыбом, и он спрятался под одеялом. Далее я процитирую. На другой день я послал за управляющим домом. Немец выслушал меня с тевтонскую флегмою, но потом сказал, «А, так это теперь Уфас, это ничего, потерпите, господин, это продолжается только неделю». Так само было у доктора Сфотерус, у англичанин Кар, у топокеричник Полли, а теперь Уфас. Ну, Ферна, а пойдет Фестом. То есть это самый настоящий дом с привидениями здесь, в самом центре Санкт-Петербурга. Но для его жителей это было абсолютно нормально и естественно. Нормально, потому что и жители этого дома были в основном немцы, и у них на родине такие истории, такие сказки были совершенно тоже популярны. И то же самое нам как раз говорит и Гоголь, что вот эта улица, а это у нас уже идет Казанская, нынешняя бывшая Большая Мещанская, это улица табачных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Последних, так же, как и нечистой силы, в XIX веке здесь было предостаточно. На первых этажах, на Большой Мещанской в XIX веке часто сдавались меблированные комнаты и возле подъезда повешивались красные фонари, а возле входа стояли ярко накрашенные, недавно понаехавшие дамы с манящими взглядами. Ну, а я бы от тебя еще добавила, что Казанская – это улица литераторов, потому что за Гоголевским домом 39, здесь вот во дворе, не на самой Казанской, а именно во дворе, находится здание, в котором с 1825 года находилась школа кавалерейских подпрапорщиков и гвардейских юнкеров, в которой учился Михаил Лермонтов. Ну, а мы с вами теперь отправляемся на Вознесенский проспект, но один из домов мы там пройдем, мы потом позже к нему еще вернемся, и сейчас мы идем до канала Грибоедова, возвращаемся на канал. На пересечении канала Грибоедова и Вознесенского проспекта находится, соответственно, Вознесенский мост, который играет очень большую роль в романе «Преступление и наказание». Именно с этого моста в воды канала бросилась женщина прямо на глазах уроди. И ее, конечно же, выловили, ее спасли, она выжила, но этот факт очень так нехорошо подействовал на родину, на его, опять же, психическое состояние. Но я думаю, что такие ситуации здесь, в этом районе, бывали достаточно нередко. И именно на этом же самом мосту происходит сцена сумасшествия Катерины Ивановны, мачехи Сони. Она болела чахоткой, из-за чего у нее был такой достаточно вспыльчивый, истерический характер. Она заставляла своих детей плясать и просить подаяния у людей. И сцена заканчивается тем, что она падает и умирает. И здесь же рядом находится дом, дом 79, в котором в 1825 году жил Каховский, тот самый, который во время восстания декабристов на Сенатской площади выстрелил в губернатора Милорадовича. И тем самым решил исход восстания. Восстание произошло 14 декабря, а в этом же самом доме Каховский был арестован 15 декабря. И в целом прожить ему здесь довелось на самом деле недолго. Но опять же, этот район сыграл не очень хорошую роль в жизни Каховского. Здесь же, в этом же доме, располагалась и гостиница Неаполь, в которой спустя буквально несколько лет, летом 1829 года снял один самый-самый-самый дешевый номер на сутки Николай Гоголь. Снял для того, чтобы принести сюда вместе со своим слугой весь тираж Ганса Кюхельгартена, который он выкупил, чтобы сжечь. И когда сжег, сел на пароход и уехал в Любик. Здесь же, неподалеку, на канале Грибоедова 72, находится еще один дом, в котором в начале 1829 года жил Гоголь. И именно отсюда он и переехал на Казанскую. Напротив, опять же, находится и дом Сони Мармеладовой. Все тот же район. В общем, переезда в жизни Гоголя было немало. С канала Грибоедова он переехал как раз на Казанскую улицу. Какое-то время также жил на улице Декабристов, недалеко, совсем рядом с нашим Бермудским треугольником. Так что провел он здесь немалое количество лет. И это геопатогенная зона, конечно же, так или иначе, видимо, повлияло на его дальнейшую судьбу. Ну, а влияет она не только на живых людей, но иногда даже и памятникам здесь тоже не везет. А у нас в городе есть памятники не только каким-то выдающимся деятелям, но и литературным персонажам, в том числе Гоголевскому носу. Памятник носу находится на пересечении Вознесенского проспекта и проспекта Римского-Корсакова. Вот на этом самом доме как раз. Памятник был создан в 1995 году в рамках фестиваля юмора «Золотой Остап» скульптором Реза Габриатца. То есть, фактически, это, можно сказать, родной брат Чижика-Пыжика. И такой же невезучий в плане воровства и пропаданий. Он тоже однажды пропал в 2002 году. Жители тогда стали шутить, что нос отправился гулять по Невскому проспекту, точно так же, как и в повести. И тогда был создан новый нос, новый памятник. Но когда его уже собирались установить, тот первый нос как раз и нашелся. Почему именно на Вознесенском находится этот памятник? Но потому что именно на Вознесенском по сюжету повести нос тоже как раз и был обнаружен. Ну, а раз уж мы с вами оказались на проспекте Римского-Корсакова, я вам не могу не показать еще одно, как мне кажется, достаточно мистическое место, гостиницу «Амбассадор». В 2010 году здесь произошла вполне мистическая история. Накануне Нового года к нам в Петербург приехала группа Бонни М и певец Бобби Фаррелл, чтобы спеть на одной частной вечеринке. В числе прочих песен была и их знаменитая песня про Распутина. Далее читаю из Википедии, можете проверить сами. В 2010 году, во время новогоднего выступления в ресторане «Гимназия» в Санкт-Петербурге на корпоративном празднике компании «Газпром Социнвест» 61-летний музыкант почувствовал себя плохо. 29 декабря в 22.45 фаррелл зашел в свой одноместный номер номер 707 в гостинице «Амбассадор». 30 декабря около 10 утра участники группы Бонни М, находившиеся на гастролях и обеспокоенные отсутствием фаррела, обратились к сотруднику гостиницы, который открыл электронным ключом дверь в номер, где обнаружил его тело в кровати. Органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу проведена доследственная проверка по факту обнаружения трупа в номере гостиницы «Амбассадор». Причиной смерти стала остановка сердца. То есть он, спев в городе, где умер Распутин, в день смерти Распутина, песню про Распутина умер, причем не так далеко от Юсуповского дворца. Ну а мы с вами далее двигаемся к Сенной площади. Если Петропавловская крепость сердца Петербурга, то Сеную называют его чревом. На протяжении всего XVIII века это было самое грязное и запущенное место Петербурга. В XIX веке ее попытались привести в должный вид, и на какое-то время это даже удалось. Был построен новый удобный Сенной рынок. Но Сенной, видимо, свойство такое. Ее как ни благоустраивай, все равно она будет возвращаться к своей истинной сущности. Поэтому Сенной рынок стал самым антисанитарным местом в городе, настоящей клоакой. Поскольку от Сенной площади берет свое начало нынешний Московский проспект, который неоднократно менял свои названия, хотя и тогда, и сейчас это была главная дорога страны, то именно сюда, на площадь, приезжали со всей России люди и начинали здесь торговать часто даже прямо с возу. Овсом, сеном, баранами, да на самом деле, чем угодно. Позже здесь стали торговать даже рыбой, поэтому запахи стояли просто чудесные. И здесь, как и на любом рынке, обитали прежде всего торговцы, но и воришки. А в середине 18 века на средства купца Саввы Яковлева здесь была построена церковь при успении Святой Богородицы, которую в народе чаще называли и просто Спас на Сеной. До 1869 года вокруг церкви была красивая ограда с живописным садом, вместо которого потом появился большой доходный дом номер 40. Возле церквей обычно много попрошаек. И здесь, возле Спаса, также толпами буквально ходили различные нищие, попрошайки, оборванцы, дети даже, слепые, хромые, ну вот вообще кто угодно. А в районе, как раз где начинается Московский проспект, находилась так называемая Вяземская лавра. Лавра не в смысле, что это был монастырь, это был квартал доходных домов, в которых жило в общей сложности около двух с половиной тысяч человек. Там было четыре дома и проживало такое количество людей. Они были достаточно дешевые, там жили в основном самые низшие слои населения, часто это были бандиты, проститутки и так далее. Можно было на одну ночь снять себе номер, это стоило пять копеек. Ну, даже не номер, а скорее место, просто койку, так сказать. Ну, а за рубль двадцать можно было проживать целый месяц. За порядком на площади и на рынке должен был следить караул, который располагался в здании гауптвахта Сеного рынка. Там же на гауптвахте содержались задержанных в районе Сеной преступников, мелких воришек и Достоевского. Последний просидел на гауптвахте два дня. Он здесь оказался за нарушение правил цензуры, арест был на самом деле административным, и писатель даже обрадовался двухдневному отдыху. Он решил посвятить его тому, чтобы прочесть отверженных Виктора Гюго. Вот интересно, он перелистывал страницы с описанием? Ну, и раз уж мы заговорили о Достоевском, то нужно вспомнить, что на Сенной площади разворачиваются многие страницы из преступления и наказания. Здесь прогуливался Раскольников, и вот очень тянуло его и на саму Сенную площадь, часто прогуливался по переулку Бринько, бывшему Таирову переулку. На Сенной площади возле Кокошкина переулка он случайно услышал разговор мещанина и его жены с Лизаветой, сестрой старухи-проценщицей, и узнал, что завтра в седьмом часу старуха останется дома одна. Это буквально заставило его совершить убийство, ведь в глубине души он сам боялся своих мыслей и уже было почти оставил свою идею, но тут подвернулся удобный случай. Из других неприятных событий, которые происходили здесь, на Сенной, нужно назвать холерный бунт, который начался в 1831 году. Что такое эпидемия, как с ней борются власти, как на это реагируют люди, вам, наверное, уже объяснять не нужно. Сами все знаете. Так вот, началась эпидемия. Здесь, на Сенной, поскольку было большое скопление людей, здесь был как раз эпицентр этой болезни. И когда она достигла своего апогея, среди самых низших слоев населения попали слухи о том, что врачи специально заражают людей холерой, а потом специально этих больных убивают. И начался вдруг, совершенно внезапно, бунт. Люди стали врываться в холерные больницы и расправляться и с врачами, и с фельдшерами. Многих даже выкидывали прямо в окно. Но, по легенде, прекратил этот бунт сам император Николай I. Ну, а мы вернемся, пожалуй, все-таки к Спасу на Сенной. Он просуществовал аж до 1961 года, когда во время очередной антирелигиозной кампании он был разрушен. И на его месте был построен павильон станции метро Сенная площадь, с которым чуть позже, уже в 1999 году тоже произошел несчастный случай, когда обрушился его пятиметровый козырек, и погибли семь человек. Я напомню, что именно этот павильон находится в самом эпицентре нашей вот этой геопатогенной зоны Бермудского треугольника. Но что-то мы уж с вами слишком заговорились о таких нехороших каких-то моментах, на несчастьях и так далее. А ведь петербуржцы, живущие в этом сером, мрачном, каменном городе, они на самом деле достаточно большие оптимисты и придумывают многочисленные какие-то обряды, чтобы быть более счастливыми. Патри здесь, загадай желание там, кинь монетку и так далее. И на территории нашего Бермудского треугольника на самом деле есть целый дом исполнения желаний. Мы его на самом деле проходили, просто мы прошли мимо, а сейчас нам предстоит туда вернуться. вот он, этот дом, все жители которого абсолютно и всегда счастливы, точно так же, как и те, кто сюда приходит. находится он на пересечении гражданской улицы и вознесенского проспекта. В 19 веке здесь жили в основном представители мещанского сословия, бойщики, сапожники и так далее, потому что роде раскольников жил неподалеку, это же та самая гражданская улица. И легенды об этом доме ходят очень давно, еще с 19 века. Тогда здесь располагалась булочная, которая принадлежала мещанину к Ривзину. Здесь работала некая Софья, которая выпекала очень вкусные вафли и яблочные пирожные. И вот попробовать эти вафли, эти булочки приходили очень многие. И считалось, что они приносят счастье и удачу. Ну вот, в принципе, и так всем известно, что если съешь булочку, то станешь намного счастливее. Самое главное приходить в холодильнику ровно в полночь, как привидение. Над этой булочной в 19 веке жили крупы. Это дальние родственники тех самых сталипромышленников крупов. Они жили скромно, как вы понимаете, потому что здесь, в этом районе, все были достаточно такими небогатыми, но в какой-то момент они разбогатели и переехали на улицу итальянскую в центр города. Ну а потом уже свет их теряется. еще одна достаточно такая странная даже легенда о том, что здесь был открыт ламповый завод, стартовый капитал которого начинался с 3 рублей и лоточной торговли. Ну, конечно, сложно в это поверить, тем более, чтобы в жилом доме располагался завод, или может в другом месте располагался, вот это уже история умалчивает. Ну а самое главное, как загадывать эти желания. Некоторые стоят, держась за стену, прислоняясь к стене, но при этом прохожие, конечно же, очень сильно удивляются, что это люди, плохо им что ли, или вообще, почему они так стоят. Некоторые сидят в кафе и думают о своих желаниях, ну, то есть мысленно их загадывают, а кто-то опускает записочки в специальные ящички. сбудут ли наши желания, мы вам обязательно расскажем. Самое главное приходить сюда со светлыми мыслями, с добрыми, хорошими мыслями. Ну а мы давайте немножечко подведем пока итог нашей прогулки. Как вы могли заметить, действительно, судьбы у людей, которые здесь жили, не очень были светлые, то есть вот как-то все плохо было, очень многие сходили с ума, здесь даже памятники периодически пропадают и очень тесным образом перепелись маршруты и Гоголя, и Достоевского. Но к этому мы с вами еще вернемся обязательно. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok